Весна А вот с чем связаны, может быть, нарастают какие-то протестные настроения в регионах? Ну, я бы не сказала, что нарастают протестные настроения, то есть готовность к действию. Вот по поводу этого я испытываю сомнения. Но то, что растет недовольство и, опять же, тревога, это, безусловно, конечно, так. Вообще, сейчас народ, как эту ситуацию идентифицирует? То есть, как бы, это кризис, либо кризис заканчивается, либо уже поверили Улюкаеву, что у нас уже пошел третий выход из кризиса? Ну, вы знаете, всегда, когда я слышу рассуждения политологов или социологов о том, что у нас люди очень зомбированы телевизором, я всегда склонна сомневаться вот в таком утверждении. Люди, безусловно, смотрят телевизор, и основная информация все-таки идет оттуда. Но люди очень невнимательно его смотрят. Скорее, это такое общее бормотание, которое вызывает либо успокоение, либо, наоборот, тревогу. Вот сейчас оно больше вызывает тревогу. И поэтому я не думаю, что кто-то очень внимательно вчитывался или вслушивался в прогнозы господина Улюкаева. И, конечно, люди уверены в большей степени, что все еще только начинаются. Поскольку вы по своему первому образованию экономист, хочу задать у вас экономический вопрос. Как вот текущий кризис, с чем можно сравнить с кризисом 2008 года, 1998 года, 1991 года, может быть, даже страшным? Нет, ну, с 1991 года его можно сравнить только в том отношении, что сейчас у нас две волны сходятся. Это волна радикальных социальных реформ и волна, собственно, экономического кризиса, то есть остановки экономического роста, экономического падения. Вот в этом смысле, наверное, и есть аналогии с 1991 годом, они уже стали так или иначе обыгрываться даже в прессе и, так сказать, в эмоциональном ощущении. Но все-таки в 1991 году были другие реформы, скорее были политические изменения, и они совершенно по-другому людьми встречались. Эмоционально сегодняшний кризис с 1991 годом сравнить никак нельзя, если мы будем говорить о таком явлении, как общественная эмоция. В 1991 году очень большой был шок, но и great expectation, как говорил Диккенс, большие надежды. Сейчас, конечно, никаких надежд нет, скорее, это окончательное разочарование. Я бы сравнила, может быть, с Великой депрессией, поскольку это все-таки кризис не наше личное достояние, не наше личное достижение, а мировой. Но, опять же, все-таки и Россия, и тем более западные страны на совершенно другом уровне экономического развития и социального развития подошли к этому кризису. Это кризис системный, он не только циклический, экономический, да, периодический, но это кризис, собственно, самой системы управления и всей рыночной либеральной концепции. Поэтому, может быть, он даже и не сравним ни с чем. Может быть, он начало совершенно новой эры. А что с мировым кризисом? Может быть, мы попали в такую фазу, когда две волны складываются, суммируются? Ну, похоже, это на Акадратевский кризис, когда сходятся все волны. Но у нас процессы усугубляются, повторяю, тем, что мы находимся сейчас в очень интенсивном периоде социальных реформ. Переформатирование образования продолжается все глубже и глубже, как системы, как части общественного производства. То есть, там и положение занятых в ней, и положение структурных единиц меняется. Это, так сказать, усугубляет экономическое положение людей. Происходит такая же реструктуризация, переформатирование здравоохранения. То есть, мало того, что меняется положение занятости в этих сфер, принципы их функционирования, финансирования, так меняется еще и доступ людей к этим услугам. А, собственно, доступность этих услуг во многом помогла людям выжить в 90-е. И не опуститься, не сформировать в большинстве семей культуру бедности и так далее. Вот, то есть, вот, поэтому у нас сходятся не две, не три, а, наверное, четыре волны. Одна из которых это волна интенсивных социальных реформ. Первый раз я снимал ваше выступление на круглом столе «Конец неолиберализма». Это был 26 апреля 2013 года в Москве. И там спикеры, в том числе приглашенные спикеры из других стран, говорили о том, что вот страны БРИКС скоро займут ведущую роль, а конец американской гегемонии скоро вот-вот наступит. Сейчас как-то это через три года выглядит немножко по-другому. Ну, вот-вот в истории может быть очень долго. Да, и три года, на самом деле, это не срок. Американская гегемония, конечно, находится в кризисе. У Америки огромный потенциал, поэтому она не исчерпала еще всех своих возможностей. Но посмотрите, как там драматично сейчас проходит предвыборная кампания. Мы видим сегодня совершенно другую Америку. Конечно, нельзя сказать, что поддержка там Сандерса всеобщая, ни в коем случае. Нельзя сказать, что там доминирует, абсолютно доминирует социальное настроение. Но то, что раскол общества в Америке идет именно по этой линии, социальность государства или продолжение прежней линии, и том, что этот раскол во многом связан с утратой гегемонии, в этом сомневаться уже теперь не приходится. По поводу БРИКС. БРИКС это тоже одна из больших надежд. Но дело в том, что все страны БРИКС сегодня, и Россия, и Китай, и Бразилия, и в определенной степени Индии, и ЮАР находятся сами в экономическом кризисе. Плюс есть еще такой момент, который мешает БРИКС занять то положение, на которое оно вполне может претендовать по своему потенциалу, экономическому, человеческому, культурному. Это позиция элит. Потому что элиты БРИКС все равно остаются, так сказать, про-неолиберальные, про-рыночные, и не хотят покидать той ниши, которую они занимают в мировой экономической системе. Потому что им эта ниша выгодна. Ситуация будет меняться в той степени, в которой внутренние национальные элиты будут набирать силу или смелости. Я хочу сказать, что в различных странах рушится все и сразу. Китай замедляется, Венесуэла балансировала до последних дней на грани дефолта. В последнее время в Бразилии, там президент женщина, там идут страшные коррупционные скандалы связанные. И как-то просвета не видно. Но ладно, мы поверим, что это временно-временно явление. В принципе, будущее за БРИКС. А вот вы сказали, что кризис либеральной модели, мне это очень интересно, вот это вот как раз ближе к экономике. Что это за кризис? Ну, это прежде всего кризис, связанный с тем, что в неолиберальной концепции экономический рост никогда не рассматривался в связи с социальным развитием. Существует такая дилемма в экономической теории противопоставления эффективности и справедливости. И неолиберальное решение этой дилеммы состоит в том, что социальная справедливость, которая понимается как уменьшение неравенства прежде всего, сглаживание неравенства экономического, она всегда идет за счет экономического роста. То есть если вы делаете что-то для людей, вы всегда отбираете что-то у экономики, у экономического роста. То есть неолиберальная концепция предполагает, что социальное развитие, вложение в образование, культуру, здравоохранение, то есть вложение в людей, это социальные расходы, которые являются экономическим бременем. Их оправдание может быть только либо в том, что вы снижаете социальное напряжение и таким образом стабилизируете общество, ну и еще может быть в том, что вы сглаживание неравенства, опять же, стягиваете определенной социальной стабильности. Потому что, ну, с другой стороны, у вас люди как-то должны существовать, да, то есть бедных вы должны поддерживать. Поэтому неолиберальная концепция социальной помощи, это, как правило, концепция адресной помощи, то есть вы должны поддерживать только бедных. Люди, которые выбились из бедности, большинство социальных прав должны получать как социальные услуги на рыночных или околорыночных условиях. Вот, собственно, это такие базовые принципы экономической и социально-экономической политики неолиберализма. И сейчас уже понятно, что это порождает системный кризис. В чем? Тот средний класс, о котором так много говорится, и который, кстати, и неолиберальные экономисты, и социологи полагают основой общества, причем рыночного, этот средний класс, новый средний класс, во многом создан за счет социального государства. Именно там он получал рабочие места, именно социальное государство позволяло ему накапливать свой культурный, социальный и прочий капитал и преуспевать, в том числе и индивидуально. И кризис социального государства, который имеет два источника, это страшная бюрократизация и недофинансирование, первый, кстати, страшнее, приводит к тому, что в средний класс погружается все больше и больше кризис. И, соответственно, это приводит и к воззере трудового потенциала, и к снижению платежеспособного спроса. Неолиберальные экономисты говорят, нужно сокращать социальные расходы. Они очень большие. К чему это приводит? Во-первых, к росту бюрократизации, потому что для того, чтобы сократить социальные расходы, мы должны точно быть уверены, что мы не переплатили ни копейки. Для того, чтобы знать, что мы ни копейки не переплатили, мы должны создавать огромную систему проверки, то есть огромную бюрократическую систему. Для того, чтобы прибавить эффективности в социальной сфере, мы сделаем многие ее части рыночными. Но вот сейчас уже, например, Владимир Владимирович Путин предложил обращаться к негосударственным компаниям и там арендовать автосредства для скорой помощи, потому что они могут быть более рентабельны. Многие работы для системы образования, для вузов, там, тесты, программы повышения квалификации и так далее, делают уже не государственные компании, и вузы своего финансирования должны им платить. То есть это мало того, что приводит, в общем, к очень высокой степени бюрократизации социальной сферы, он приводит там к ее дефрагментации, к снижению эффективности. И неолиберальный экономист говорит, вот видите, социальная сфера очень неэффективна, мы еще больше внедрим туда рынком, мы еще меньше дадим ей денег. Таким образом, пожар получает еще очередную порцию керосина и разгорается снова. То есть сама идея изначально порочена. В чем системность? В том, что методы, которые привели к кризису, используют для его погашения, таким образом раздувая его. При этом неолиберальные экономисты очень любят говорить о том, что либеральная рыночная экономика – это экономика, где очень мало государства. Это совершенно не так, потому что современный неолиберализм, современный капитализм – это капитализм, где государство необходимо прежде всего крупному капиталу. Есть такая вещь, как приватизация прибыли при социализации убытка. Как только банки оказываются спасенными или корпорации, они сразу говорят, все, стоп, все, теперь это наше личное дело. Мы получили субсидии государственные, мы их вернем, если это был кредит, но как мы их расходуем – это бизнес, это наше личное дело. Такой был целый скандал в 2008 году в США. Такое происходит с русскими госкорпорациями, которые все больше и больше становятся, в общем-то, по принципам управления частными. Потому что смысл госкорпорации в том, чтобы она решает рыночными методами, в рамках существующей экономики, но решает общесоциальные задачи. Вот тогда это государственная корпорация. Когда она работает на свое собственное обогащение, на обогащение своих акционеров и топ-менеджмента, это уже частная корпорация, которая пользуется государственными ресурсами. Понимаете, это большая разница. И поскольку вот такие принципы все время порождают такие ситуации, мы можем сказать, что сам принцип может быть неверен. Да, знаете, мне напоминает рассуждение либеральных экономистов, мне все время напоминает анекдот. Когда человек приходит, устраивается в цирк. Мне такой номер, я прыгаю из-под купола без страховки на арену. Ему говорят, покажите. Он прыгнул, все в восторге. Потрясающий полет, встал. Он говорит, еще раз покажите, чтобы все видели. Он еще раз прыгнул, встал, потом говорит, знаете, я не буду у вас работать. Он говорит, почему, все-таки больно. Поскольку больно не самим неолиберальным экономистам, они продолжают прыгать, прыгать, точнее вот швырять и швырять вот в эти принципы страну. Я очень много раз слышала, когда те или иные политики говорили, что это же полностью социальный бюджет. Это не бюджет развития. Об этом очень любит Алексей Кудрин рассуждать. Он все время говорит о социальных расходах, как о неизбежном зле или как просто о зле. Но тем не менее, что такое, по сути, свои социальные расходы? Это вложение в людей, чтобы они могли формировать свою рабочую силу на более высоком уровне, чтобы они могли тратить, то есть формировать платежеспособный спрос. Вообще-то Генри Форд, который был ни разу не социалист, а наоборот, он говорил, что большая прибыль требует спроса. Гигантская прибыль требует массового спроса. Почему он говорил, что я хочу, чтобы мои рабочие покупали свои автомобили? Не потому, что он так любил рабочих, а потому, что он понимал, что будущее за массовым спросом. Значит, вы должны этот массовый спрос поддерживать. Опять же, если говорить о творческом потенциале, то уже понятно, что поддерживать единицы, отдельные университеты, отдельные лаборатории, это, в общем, не очень хороший путь. Почему? Потому что у вас просто поле выборка будет маленькое. Все успехи советского спорта, советского образования, советской науки, которые можно, конечно, критиковать, но отрицать трудно, они все делались только потому, что была массовая, глобальная сеть запущенного общества, то есть массовая мобилизация всех. Мы, Катя, приехали тут из Новосибирска, нам это очень понятно. Вот, да. Новосибирский, кстати, Академгородов, понимаете, вот при всех огромных проблемах до сих пор функционирует. Ни один частный капитал, да, ни одна самая огромная корпорация, ни одна экономика, ориентированная только на рыночный принцип, не могла бы это создать. И, кстати, нужно сказать, что ряд достижений Советского Союза даже в западных учебниках экономики как уникальные, представляются, которые, ну, критикуются, потому что это достижение мобилизационной экономики, но, тем не менее, подчеркивается, что иная экономика этого сделать не могла. Ну, например, эвакуацию заводов во время Великой Отечественной войны в Сибирь. То, как это было сделано, с какой скоростью и так далее. Нам не нужна сейчас мобилизационная экономика. Современная экономика без сильного социального блока работать уже не может, это понятно. Она становится очень затратной. За счет чего, собственно, американская экономика живет? Именно за счет гегемонии. То есть, Эммануэл Валерстайн в свое время сказал, что как только будет иссякать американская гегемония, как только она будет слабеть, в американском обществе будет повышаться потребность в социальном государстве. И мы сейчас небольшие ростки этого видим. Анна Владимировна, значит, у нас, у меня такой взгляд, ну, едем мы и в Госдуму, открываем двери разных кабинетов, причем двери могут быть и Младого Гудкова, и, допустим, Евгения Федоровна «Единой России». Нам, у нас чисто журналистская работа, мы просто даем пленый срез мнений. Но вот, вот мое частное мнение, частное мнение, что у нас государство и в советское время, и сейчас это все-таки хищник, а не донор. Просто в советское время оно хорошо маскировалось, а сейчас навыки маскировки утеряны, и мы сквозь этот маск-халат мы видим этот ужасный оскал. А население, мне кажется, еще этого не осознало, и когда, в общем, допустим, государство в 2008 году давало помощь там 17 банкам системообразующим, население думало, да, да, что вот это правильно, что если ничего не перепадет, это хищник получает мясо. Вот как долго это будет продолжаться, и население будет по-прежнему граждане наши верить, что государство – это что-то доброе. Ну, российских граждан очень интересное отношение к государству. Я всегда говорю, что это такое отношение к чему-то, что представляет собой смесь Левиафана и Деда Мороза. То есть понятно, что это чудовище, но которое периодически может одариваться. Причем и одаривает, и пугает, и пожирает. Оно совершенно с точки зрения граждан непредсказуемо. Что касается хищной природы советского и современного государства. Я помню, что меня еще в очень-очераннем детстве поразили сведения из книжки, что хищные птицы, орлы, ястребы не охотятся близ своего гнезда. Поэтому печушки, которые поумнее, селятся именно под самым гнездом орла, обеспечивая себе таким образом крышу, защиту и неприкосновенность. Советское государство было все-таки дисциплинированным хищником. И даже в самые свои жестокие годы она понимала, что всю поляну вытаптывать и съедать все невозможно. Иначе не будет потом тебе же кормовой базы. Современное российское государство постоянно нарушает вот эти принципы такого разумного хищнического отношения. Опять же, сегодня, с моей точки зрения, в социально-экономической политике потеряны стратегические цели. Цели развития общества как целого. Вообще, сама идея, что у общества есть некие объективные потребности развития, потеряны. И вот это пугает больше всего. Что касается доколе будет терпеть. Это тоже очень интересный вопрос, на который ответить сложно. Потому что нельзя сказать, что у нас совершенно нет социальных или социально-трудовых протестов. Они есть. Но они вот примерно 6-7 лет в одной паре. Нельзя сказать, что они очень интенсифицируются сейчас. Хотя довольно высокая сейчас задолженность по заработной плате, например. Правда, она на 95% за счет нехватки средств самих предприятий. Но правда, та задолженность, которая формируется за счет нехватки средств бюджетов, особенно местных, подросла с февраля прям прилично больше, чем на 35%. Но все-таки она относительно невысока. Трудовые протесты есть, особенно как раз из-за невыплаты заработной платы. Есть локальные, социальные протесты. Есть даже довольно массовые митинги из-за льгот северных или чернобыльских по поводу капремонта и так далее. Но вот сказать, что кризис как-то серьезным образом интенсифицировал протест, нельзя. Реструктуризация протестного поля произошла. Оно стало более таким концентрированным. А вот как вот в Пензе живут люди? В одном из интервью сказали, что средний класс практически выбили. Вы только что сказали, что средний класс формировался при Советском Союзе. Сейчас вы сказали в интервью, что его просто выбили. Ну, как определять средний класс? Если с точки зрения потребления, да, аналог западного среднего класса у нас очень небольшой, и он, наверное, вообще концентрируется только в немногих крупных городах. Может быть, вообще большая часть его живет в Москве, да? Хотя мне всегда нравилась фраза из нашей Раши, что в Москве живет 10 тысяч человек, остальные 10 миллионов проживают. Но так или иначе, мне более интересен тот средний класс, который именно по классовым признакам мы можем определить. По занятости, по характеру содержания труда, по характеру рабочей силы, то есть по уровню образования, и, соответственно, по уровню притязаний и жизненных стратегий. Такой средний класс у нас, конечно, 40-45% мы наберем. Другое дело, что он, знаете, такой очень бедный средний класс. Он беднее западного, у него меньше кровавая база, если продолжать эту метафору, и он, конечно, менее защищен. Вот перед предыдущими выборами как-то зарядили оптимизм, дали денежки, да? Социальные пособия. Сейчас выборы грядут, а уже понятно, что заряжать оптимизм не будут. Не будут, потому что активно проводится идея сокращения социальных расходов. Но вот для того среднего класса, о котором я говорю, не только сокращение социальных расходов опасно. Кстати, вот для того среднего класса, о котором я говорю, например, сокращение адресной помощи, пособий не так страшно, потому что большинство этих людей все-таки работают, и некоторых из них можно отнести к так называемому working poor, работающим бедным, но, тем не менее, они уже переросли ту планку, под которой дают пособия, да? Самое страшное для этих людей, это, конечно, сокращение доступа к медицине, и вообще все то, что происходит сейчас со здравоохранением. Для таких людей очень опасной является тенденция, очевидная сейчас, это сокращение провинциального образования, потому что самый незащищенный, самый такой, знаете, прото-средний класс, конечно, в провинции живет, да? Он себя считает средним классом, у него вполне среднеклассовые претензии и жизненные планы, но, тем не менее, защищенный он значительно меньше, чем средний класс столичный. Наметилась тенденция к уничтожению практически провинциального образования, доступного, резкого ухудшения его качества и практически сокращения. Вот эти тенденции очень опасны для среднего класса. Если их все провести до логического конца, мы, может быть, и получим то, о чем уже давно говорят социологи, что у нас просто в провинции массового среднего класса не будет. Но тогда это будет означать абсолютный раскол общества, причем не только имущественный, но что, на самом деле, не менее страшно культурный, социальный, чего не было, к чему мы только-только еще подходим и, слава Богу, от чего мы еще пока далеки. Тут мало надежды вашей. У нас такой позитивный канал, а Надежда Ивала, вы приехали из Пензо, не чтобы нас зарядить оптимизмом. Повод для оптимизма есть. Главный повод, что мы не прошли никакой точки невозврата пока еще ни в социальных реформах, ни в кризисе. И очень много в России всегда, так у нас история складывала, зависело от воли. Это, конечно, большой минус, когда воли нет, но это большой плюс, когда такая воля может появиться. Вот сейчас, на самом деле, главное для экономики будет делаться в политике. Насколько все-таки победит политическая воля к взвешенной социально-экономической политике и, главное, к той политике, которую может использовать огромный пока еще наш потенциал и человеческий. И культура, туризм, образование могут дать огромное количество рабочих мест и, следовательно, могут стать локомотивами экономического роста на самом деле. Во многих странах, в которых был промышленный кризис, в Германии, например, они начинали использовать региональные возможности туризма и таким образом очень поправляли экономическую ситуацию. Другое дело, что там есть свои подводные камни, там есть свои трудности, но такая возможность есть. Всегда и наша страна еще эти возможности не исчерпала. Поэтому я думаю, что у нас есть все основания для оптимизма, но нет для слепого. У нас нет оснований для слепоты и пассивности. Вот для этого у нас уже оснований нет. Значит, все-таки я... Вот у меня тоже все очень оптимистично, кроме одного момента. Мы сейчас восстанавливаем... Говорим мы одно, делаем другое, как всегда. Сейчас мы, как бы, по факту пытаемся восстановить Советский Союз какими-то частями, но делаем это настолько бездарно, что ощущение, что мы на краю какого-то краха. Либо мы будем это делать талантливо, либо мы крахнем по полной программе. Ну, вы знаете, Советский Союз восстановить, конечно, невозможно. Это новость, в общем-то, хорошая, потому что... Ну, зачем возвратные движения в истории? Они, в общем-то, не невозможны, а все подобного рода попытки кончались катастрофой. Ну, по факту. Мы даже пионерию восстанавливаем. По факту. Поэтому больше что угодно. По поводу пионерии и так далее. Вот Советский Союз сейчас, как и когда, нуждается в таком очень взвешенном, может быть, даже беспристрастном, ну, по крайней мере, бесстрастном, насколько это возможно, анализе. Там было довольно много вполне работающих или, по крайней мере, перспективных моделей. Я очень скептически отношусь к тому, чтобы восстановить сегодня пионерию. Совершенно не то общество. Абсолютно не та информационная среда. Это будет опять профанация. Но, например, мягко с использованием индивидуальной инициативы создавать какие-то детские, юношеские организации. Ну, кстати, на неидеологической основе. Например, на волонтерской, на следопытской. Почему нет? Так это будет не по уму делаться. Это будет делаться бездарно. Вот, в частности, зайдите на сайты движений наших, там, или местные. Половина сайта, даже две трети, уже не работают. Хостинг даже не оплачен. То есть, пытались возродить комсомон, но сделали это не по уму. Ну, понимаете, если делать бездарно, то даже восстановление рая приведет к очень печальным последствиям, да, или попытка его построить на земле, и что мы неоднократно, к сожалению, могли наблюдать. попытка вообще перенести на нынешнюю почву, перенести абсолютно, да, детально какие-то советские модели, как кстати и западные, она обречена на провал. Но необходимо использовать позитивный опыт там, я не знаю, в государственном планировании, в той же социальной политике, в системе просвещения, кстати. Вот если, комсомол был сложной организацией, у меня к нему скептическое отношение, но если он и мог сделать что-то позитивное, то только в рамках той кампании просвещения, которая в Советском Союзе проводилась очень последовательно и централизованно. Не надо восстанавливать комсомол. Так нас с вами не спрашивают, все идет сверху, вы понимаете, без учета мнений. Ну, вот собственно, как сказать, потому что нас с вами не спрашивают, поэтому все и кончается неоплаченным хостингом. И пока не будет предпринята попытка использовать именно низовую инициативу, пока не будет, собственно, уловлен импульс низовой, к сожалению, очень слабо, у нас общество очень пассивно и разобщено. С ним, конечно, трудновато работать. Понимаете, сейчас не так легко найти что-то, вокруг чего люди могли бы консолидироваться. Более того, то, вокруг чего они могли бы консолидироваться, например, обсуждение того, что происходит с образованием и с медициной. Это им не предлагают обсуждать. Любое решение в этой области преподносится как техническое. Им предлагают обсуждать, нужна нам пионерия или не нужна. Людям не нужна в том виде, в котором она предлагается. Но пока низового вот этого импульса не будет, ничего хорошего не произойдет. Мои надежды связаны с тем, что люди все-таки в конечном итоге так или иначе кустарно или более-менее осознанно начнут солидаризироваться вокруг защиты в общем-то базовых социальных прав, на котором несколько поколений у нас выросло и от которых будет очень трудно отказаться. Это прежде всего образование, медицина, некое существование, хотя бы приобщение к культуре, потому что то, чего с моей точки зрения наше общество перенести не сможет, это четкое осознание того, что наши дети будут жить хуже нас. Вот это единственное, к чему наше общество не готово. Спасибо вам за интересное интервью. Я предлагаю назвать его «Точка невозврата еще не пройдена». Да, хорошо, хорошо, это будет оптимистично. Спасибо.